Здравствуйте, я Марина и сегодня буду готовить груши в красном вине для сайта imcook.ru Я всегда готовлю этот десерт на Новый год и Рождество. От него такие ароматы, что просто невозможно, им хочется наслаждаться. Для десерта нам понадобятся груши, красное вино, корица, бадьян, гвоздика, сахар и лимон. Я добавила еще несколько зерен зеленого кориандра, так как я эту специю очень люблю. Груши выбирайте лучше поплотнее, чтобы при варке они не разваривались. Груши нужно вымыть и очистить от шкурки. Я приготовила специальную емкость с ледяной водой и дольками лимона. После того, как я почищу груши, я помещу их в эту воду, чтобы они не потемнели и не потеряли свой прекрасный цвет. Основание каждой груши я срезаю для того, чтобы удобно было поставить ее на тарелку при подаче. Вот так должна хорошо и устойчиво стоять наша груша на тарелке. Сейчас приготовим сироп, в котором будем варить груши. В сотейник вольем красное вино, добавим сахар и все наши специи по палочку корицы, бадьян, гвоздику, кардамон. Сахар перемешаю, чтобы он растворился. Но полностью он, конечно, растворится на дне. Я сразу помещаю груши в вино, таким образом, чтобы они были желательно полностью закрыты вином. Но в данном случае мне немножко его не хватило, и я доливаю вино, а значит и добавлю пропорционально сахара. Ставлю на огонь и немного размешиваю, чтобы растворился сахар. Затем груши начнут кипеть. Когда груши закипят, можно убавить огонь до среднего, накрыть кастрюлькой крышкой, оставить на 20-25 минут. Наши груши должны развариться до мягкости. Время варки зависит от сорта вашей груши. Вот мои груши уже сварились. Во время варки я их переворачивала, чтобы они равномерно со всех сторон проварились. И видно, что они стали уже совсем мягкие. И их достаточно проткнуть деревянной лопаткой. Я вынимаю готовые груши и ставлю их на тарелку. Груши пока у меня постоят, а я займусь дальше приготовлением вкусного и ароматного сиропа. Даже не могу сказать, что вкуснее в этом рецепте сироп или груши сваренные. Я беру специально другой сотейник, он шире, чтобы быстрее испарялась жидкость. Потому что мне нужно будет сироп уварить до густого состояния. Процеживаю все наши специи. И теперь буду нагревать на огне и кипятить. Количество жидкости уменьшится практически на 2 трети. И сироп станет густой. У меня вот здесь уже сироп практически готовый. Он стал еще темнее, гуще и медленно стекает с ложки. Это все свидетельствует о том, что наш сироп готов. Время уваривания это самая длинная процедура в этом рецепте. Может занять 30-40 минут в зависимости от количества вашего сиропа изначально. Ну и от интенсивности огня. Когда сироп становится таким уже густоватым, он готов. Я его снимаю с плиты. Груши буду подавать порционно. Выберите красивую нарядную тарелку. Выставьте туда грушу. И поливайте сиропом на грушу. Так, чтобы на тарелке у вас не было капель сиропа. Сироп будет прямо застывать на грушу. Она будет казаться от этого такой прозрачной. И очень-очень аппетитной. Как правило, в этом десерте сироп весь съедают до последней капельки. Вот в таком виде я буду подавать сироп. При желании вы можете к нему добавить орехи, мороженое или острый сыр. Это так уже как каждому нравится. Этот десерт бесподобен. Он сделает ваш стол изысканным. А настроение замечательное. Ароматы пряностей будут витать по всей вашей квартире. Груши очень мягкие внутри и нежные. Наслаждайтесь и ни в чем себе не отказывайте. Приятного аппетита и хорошего настроения.